Пусть в зал идёт играть алголом своим. Вот. Так, это сейчас батон-чек будет? Нет, это утоны, они уже проверили. Пришло время теперь показать, что с ними делать умеют в Беларуси. Ох, сейчас он его сломает. Сейчас, да, он устроит ему по-белорусски ему. Tons of damage. Экспорт белорусский, дамачка устроит. Был бы ещё метр, это был бы ваншот. Если бы это видела Нишенко только, он бы запретил белорусам вообще ввоз всего. И самим въезжать бы запретил. Да. Потому что такого насилия нельзя. Нельзя делать такое с животными. А я слышал, что у Соло нет чувств из-за того, что он играет за строты. Это правда? У Соло? Ну, у него почему нет? Я же только что говорил, что у него есть просто обиженные чувства. Ему не даёт ночами играть жена его. Да, вот ты не договорил. Он жаловался, да. И поэтому у него есть чувства. Они просто очень уязвлены глубоко этим фактом тревожным. Поэтому ему приходится отыгрываться вот на волках. Всего есть своё, так сказать, начало у любого задротства. Every saga has a beginning. Так и сага о соли тоже имеет начало. Как долго они на таких маленьких КП, но Старплатином ошибся, подбежал и налетел на ногу. Сам посадил себя на астаротий кукан. О, зачарженная бодайка. Да, пол жизни. Пол ТП как не бывало. Колень бодай, убивай. Держится аккуратно на расстоянии соль. Промахивается атаками. Но ЦВ не в состоянии использовать, а к своему преимуществу. Комба. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Да, это смерть. Нет, нет, это не смерть. Ещё есть шансы у Старплатинома. Живь в Платиновой. Тебе пат нужен? О, это победа Платинома сейчас будет. Если он ничего не дрофит. Да. Рандом ЦЕ. Туда, иди в сумки. Найди. Вот так? Ну, вон ещё какой-то лежит, возьми. Тем временем у нас... Тем временем у нас продолжается. Ястарот продолжает ломать. Наносить огромное количество дамага. Поломочку совершает Астарот. Но я знаю, если вот Старплат... Ох, господи, сколько дамага с одного броска-то. Там Филпик был. ЦЕ-то рандомного нету. Эх. Я думаю, если Старплатином соберётся, он сможет преодолеть этого голема. Потому что я знаю, как Старплатин умеет начинать прессить. И он не заканчивает это, пока противник не останется лежать на земле. То есть Старплатин мог бы работать в несколько смен на литейном заводе, например. Ну, он не останавливается, пока. Вот, 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 о чём я говорю. В СССР такие люди были на расходе. Но он довольно взрослый, так что я думаю, он... ...ещё видел те времена ещё. То есть ты думаешь, он с детства, там, шести лет на заводе работал, и вот оттуда у него такой напор? Вот он не останавливается, он продолжает прессить. Да, да, да. Сол абсолютно не знает, что ему делать, но он угадывает лоу-удар, и как-то смог выбраться всё-таки из этого. Угадывает лоу-удар, который блочится на реакцию. Да, он угадал. Сол миксует и выигрывает раунд, да, к сожалению. Очень громко здесь разговаривают комментаторы на фоне. Сбивают с толку нас, дезориентируют. Вот, как он... Хороший дамаг, да. О, господи, это... Был бы ещё клинхит. На это можно смотреть вечно, как Астрот ломает. И ещё бросок, и это конец, это перфект. Да. Совершенство, демонстрирует белорусский Астрот. Совершенство вкуса, как бы сказали в рекламе. Совершенство ума. И Чардж Бадайка. Повезло Старплатину, что он не смог влезть туда. Значит, это было бы очень больно. Ой-ой-ой, что происходит? Сейчас не хватает только зажечь броню ещё Старплатиному Солу. Так, но Старплатиному продолжает прессить. Сол пытается как-то зонить это, но у него не очень получается. Не очень выходит и близок к победе сейчас Платиновый. Да. Да, заспамил, заагрессировал бедного Агалема. Сол растерялся, не знал, что ему делать. Возможно, стоило действовать более агрессивно. Сол гулять любит очень. Ходит. Ох, хороший Джастгард. И домочок хороший должен быть. Ну тут замочскейлинг такой не очень хороший. Много маны пустое, но полжизни. Очень-очень хороший дамаг. Ох, и накопил. Сколько же маны набирает всё-таки. О-о-о. Пошёл прессинг Астрота теперь. Не уме... Это вив. А, нет, это не вив. Будет ли стена? Если будет стена, это будет вин. Это просто килл. Это вин, да. О, боже мой, рандомная ультра. Ну, в общем, око за око, Старплатиному.